Нефтепродукты в Лепайский торговый канал попали накануне вечером. Спасатели установили абсорбирующие боны. Теперь за пятном наблюдают в государственной службе среды. Департамент госслужбы среды Лепай на данный момент выясняют ситуацию, но само загрязнение не распространяется дальше. Возможно, ищем загрязнения является один из кораблей, который находится на причале, и на нем происходили какие-то разработки во время выходных. Жители Венспилса шокированы новостью. На территории порта, неподалеку от жилой зоны, будет построен склад минеральных удобрений взрывоопасного нитрата аммония. Общий объем нитрата аммония, который планируют хранить в порту Венспилса предприятие Калия Паркс, несколько сотен тысяч тонн в год. В Венспилсе ни в коем случае. Мы ляжем на рельсы, но не может быть и речи о хранении. Я вообще удивлен, как им разрешили перегружать. Согласно действующему законодательству, самоуправление не может вмешиваться в вопросы хранения и транспортировки взрывоопасных грузов. Оценку воздействия будущего склада минеральных удобрений на природу начало Государственное бюро надзора за средой. В Оластер-Эмты Бродсенского края прошли спортивные игры наездников-любителей. Семилетний РНС и пятилетняя Ева из Яунпилса тоже участники соревнования наездников. Мама детей признается, что этим видом спорта Эрнесту посоветовали заняться врачи. У мальчика сахарный диабет. Это уменьшает нервозность. Ребенок радуется каждому занятию. Хочет ехать. Потому и сестра присоединилась. Она даже смелее Эрнеста. На лошади ездит без седла. Эти соревнования не для профессионалов, для любителей. Но они помогают набраться опыта для других целей, говорят организаторы. Поэтому здесь царит атмосфера настоящих состязаний. Свои умения нужно показать в конкуре, выиске и вольтежировке. Продолжение следует...